Мои дорогие, привет! Утро понедельника! Утро понедельника! Хорошее настроение! Чё, я принимаю? Пока ничего. Из душа только вышло. Надо заправлять кровать. Надо заправлять кровать. Я хочу плед сменить. Та-да-да-да-да. Блять, чувствую, сваливается уже полотеночко. Башка уже маленько подсыхает. Ой, блять, опять под люстру встала. Руками. Надо высохнуть. Блин, время без 28. Твою мать, а! Мне надо как-то прийти сегодня без опозданий, чтобы подавать пример всем. Вот так вот, да. Чтобы принимать. Ой, чтобы подавать. Такое ощущение, что я уже приняла на грудь. Где эта тряпка? Так, сейчас я свет включу. Только что проснулась, читала сообщения в WhatsApp. Блять, я не могу. Мне запрещено их читать, потому что все те, про кого мне написано, все те, про кого это сообщение написано, они тоже меня смотрят. Блять, я думала, у меня рот порвется. Ну реально, ну нельзя так смешить с утра. Ну реально, это... Серьезно. Вот это вот такой, как сказать, заряд ржанья. Не видно, так? Вот что значит, маленечко высохнешь, и все, полотенце уже скатывается. На мокром теле держится. Так, все по струночки. Та-да-та-та-та-та-та. Так. Где подушечки? Где подушечки? Спалась? Спалась на удивление великолепно. Великолепно просто. Так, это что, блять? Две маленькие волосинки. Не с моей головы. Блять, подождем, я могу бросить. Так, ну-ка. На наличие ДНК проверим сейчас. А, ну что я удивляюсь? Две вот такие вот малюсенькие, малюсенькие, блять, волосиночки. Что за хуйня? Надо встречаться с лысыми. Ну, реально. С лысыми, ну, всегда-то тут попроще. Сейчас, блять, замахну, и у меня полотенце свалится. Фу. Ну-ка, ну-ка, почему оно сваливается с башки? Потому что высохли волосы. Так, ладно. Следующий слабо, вешаю в ванну. Комментариев-то на канале, и комментариев. Да все плохие практически. Чего же я вам так счастья-то спокойно-то жить не даю. Ой, ой, ой. Надо, надо мне пойти плед найти. Вот это вот заебательское постельное белье. Я его грешным делом даже один раз хотела выбросить. Просто снять и выбросить. Потом думала, просто нет. Я хотела его выбросить на нервниках. С этим бельем много что связано. Да, хотела прямо так вот снять, блять, и сжечь ногу. А я поняла, зачем сжигать постельное белье? Нужно сжечь, блять, человека ногу. Это как говорится. Если вас раздражает человек, возьмите, напишите ему письмо. А потом сожгите его. А, ну ок. А с человеком что делать? Вот. По тому же принципу живем. Так. Чего, блять, заморозки? Сейчас я занесу сюда цветочки. Сейчас мне нужно тут кое-чего идти. Блять, разваливается. Мне нужен белый плед. Белый плед. Так, тут я знаю, что у меня. Вот недавно складывал. Вот там у меня есть... А-а-а. Так, это подушечки новые. Это к следующему застиланию. Так, это слуховое одеяло, которое мне мама дарила. А-а-а, вот он плед. Вот он плед. Сейчас я его... У меня вот так... Ай, так. Тут все протерто. Тут я вчера все просанитарила. Потом еще просанитарила. А-а-а, как его... Сухер, свалится. А-а-а, все упало. Так. Так, так, так. Я как-то его надо вот... И... Нереально. Оно спадывает. Оно просто спадывает, это полотенце. Вот, смотрите, у меня еще какой. У меня два пледа белых есть. Вот такой вот. Ну, это вообще белоснежный. Я вспоминала, господи, думаю, откуда он у меня... Отрадясь, не помню, что я такой покупала. Отрадясь. Вспомнила. Мне же его на бывшей работе дарили. Транспортная компания, деловые линии. Ну, а такой классный. Ну, Новый год они мне дарили его. Ну, я же... Он, как сказать... Это был этот подарок такой. Ну, приезжают когда в конце года. Всех же поздравляют. Короче, мне тоже подарили. Ну, потому что это мой прошлый работа был. Я работала со сборными грузами. С маленькими. И смысл-то в чем? Я же не оставлю плед на работе. Это же там не конфеты, не это, как сказать, не... Не шампанское. А зачем я его оставила? Кас! Блядь! Ладно, вечером уберу. Господи, Инна, ну что ты сейчас подожди? Сейчас уберу его назад. Он такой мягкий, что его не служишь ровно. Да-да-да-да... Фух. Ти-ти-ти-ти-ти... Ти-ти-ти-ти-ти... Ти-ти-ти-ти... Всё. Так. надо пойти надеть халатик и варить кофе и варить кофе так идем застевать я почему-то подумала что с него полетит какая-то пыль сейчас мы начнем жизнь с нового с чистого листа ну реально так смотрите это натуральный мех натуральный ничего себе загнула это искусственный мех и кружево вот этот плед я его сам самашева он вообще бесстречный как одежда иисуса христа он у меня оказался таким образом сейчас расскажу каким образом когда мы праздновали мой день рождения несколько лет назад курили кальян и аленка уронила кальян на мой старый диван представляете уронила кальян и она его прожгла диван и поэтому она говорит инаку пойди себе купи плед но денег я тебе на диван не дам упала прям таблетка с углем на диван пойди себе купи купи плед и в итоге я купила плед и все с тех пор он у меня есть потом я смотрю как-то он смотрится не так не так как должен быть я купила кружево я по всему этому краю и тетя ну вот сегодня свадьбу я себе устрою сейчас я полотенце повешу вот взгляд сейчас я полотенце не знаю вот ну конечно нужно просто было все взять вместе и мусор вынести сам сразу что это этот включился сегодня не с того пульта включила телевизор и вот смотрите что получилось я всегда забываю как из этого режима выйти давай включись пожалуйста включись так как ты должен включиться без вот этого вот размытого воспроизведения в 3d да как его включить то чтобы вернуться к 2d блять ёбаный телевизор какое воспроизведение в 3d я нажала на какую-то кнопку короче на пульте я не понимаю вообще не работает сейчас оделась лежу в тебя как в зеркало до ума помрачения да-да-да-да-да кто бы вымыл турку со вчерашнего дня я как была закапанная в этой зубной пасть ну где же мне где же мне это принесет в порядок точно зубная паста точно точно у кого складывается впечатление что я вчера бухала ни у кого я выпила вчера один бокальчик пива я даже его не допила с мишей мы пили чай и какой-то коктейль нахуй ну какой-то безалкогольник какую-то хуйню причем даже не вкусную ледяную а с полинкой выпила кружку пива ну а ты понимаете это ритуал заходишь в пивной магазин и нужно выпить кружку пива я прям встречаюсь с чаркой на подносе у выбирай какое хочешь любое и на включи мозги почему ты трогаешь не ту комфорт какую надо так 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 о боже мой алкоголический лимон когда когда я выходила из этого пыталась нормализовать свое состояние и пила лимон ну как нормализовать она у меня и была нормальная лимон-то я кстати обнаружила еще половина лимона я так страдала вчера что у меня лимона нет а нет я его обнаружила так это я буду пить из этого кофе да 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 Ведь я обычный человек. И так счастлива. Вот реально. Так, так, так. Мне так голову нужно было бы помыть по-любому, потому что сегодня Маринкина смина. Настя работала в выходные, Настя по-любому. Почему не зарядила мне телефон? Я сейчас приду мне телефон. И я вчера с этими, с этими, этими, с этой своей жизнью забыла, что мне нужно написать Насте, чтобы она не зарядила рабочий телефон. Блядь. Синечка у окна, синечка. Сейчас покажу. Вот тут прям сидела. Вот на этой веточке. А это что за кошка стоит? А, это кофе пила. Да? Странно. Мне кажется, я не из такой пила вчера кофе. Кто тут, блядь, был? Да нет, из такой. Пока жду кофе. Выбираем у нас стоять его и караулить. Перезагрузила я приставку в интернет. Ну, надеюсь. Сейчас заработает в том режиме. А, о! Нормальный режим включился. Не 3D. Сейчас мы. Так. Ага. Ну, опять смарт обновляются. Ну, что, как нет-то? Вчера же он не обновлялся. 25 раз. Сегодня давай еще 25 раз обновить. Вот у меня ресницы валятся, потому что я мажу глаза кремом. Нельзя же, блядь. Я умываюсь. Я моюсь так, нахуй, как последний раз. И Линка говорит, ну, нельзя, ну, не льют так, как ты, на ресницы. Не льют. Не льют так воды. Я сплю вот так вот. Сплю на лице. Моешь? Ну, прям вот лью на себя воду. Вот прям лью. На что, в глазки-то проснулись? Я что, блин, как это пойду? Вот так что, с закрытыми глазами? Так, ну, Барик. Я такой человек-то. Спасибо маме и Либридер, блядь, за мою красоту. Ага. Кофе готов. Что это валяется? А нет, ничего. Таблетку запивала. Ну, как таблетку эти витамины для волос. Так, что с музыкой? Он обновился или что? Сейчас включу музыку. Сейчас. Убавлено два приложения. С7 и какое-то это, стандартное, стандартное это. А, так, за грамм праспорт надо положить. Не положить, а сфотографировать. Надо билеты покупать. Чтоб он был у нас в телефоне. А, вот это вот еще положено. Да, и вот это. Минучка включу. Так, телефон. Телефон. Мне нужны паспортные данги. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так. Так, кинем, давай. Чё, в итоге выходит, что я плиту фотографирую. Так, ну-ка. Крем. Да блядь! Инна, чё, щелкнуть не можешь, ёбаный блогер? Всё. Хорошо получилось. Надо уже заняться покупкой билетов. А то я так чую и тут останусь. Хера два. Я пешком уйду. Если я не куплю билет, я уйду пешком. Так вот, чтобы идти на балкон. Ну, реально. Время 10 минут у Инны, мокрая башка. Я не могу сказать тебе, что я лея. Я не могу сказать тебе, что я лея. Я не могу сказать тебе, что я лея. Сколько градусов-то сегодня. А я вчера танцевала тоже. Медленный танцевала. Прикиньте. Чуть-чуть потусуюсь на балконе. Не могу. Хочу, хочу, чтобы мне было жарко. Мне жарко. Мне реально жарко. Девай акушку. Ну, как жарко, блядь. Заправляла, заправляла. Сейчас я замотаюсь у него. Сейчас осталось еще на белый плед налить этого. Кофе, да и все. Я не могу сказать тебе, что я не я. Я не твой, а я не твоя. Так, ну-ка зайдем в ВКонтакте. Кто мне тут что написал? Шесть сообщений. Ха, блядь, в группе Сахарок опубликовали надпись. А платье у тебя не очень. Сказала ей свекровь в день свадьбы. Ничего, в следующий раз лучше будет. Такой, блядь, юмор бородатый, сука. Но не всегда так смешно. Вася написал. Доброе утро. И на что-то не сохранился ваш номер. Я Александре написал, что сегодня не могу выйти с бабушкой. Сижу плохо себя чувствовать, не с кем оставить. Но если сейчас придет кто-нибудь, я приеду. Василий, привет. Доброе утро. Если Александра в курсе, то все нормально. Мой номер телефона, кстати, я тебе сейчас напишу здесь. Ладно. Ваське не будет сегодня на работе. Я буду. А одна? Ну как одна с Маринкой? Это и к лучшему. Так. Как у вас дела? Нормально. То есть человек это устроило, да? То, что я написала. Ага, блядь. Олеженька. Олеженька в Узбекистане. Олеженька наш. Эллинкин муж. Сейчас. Я покажу сейчас его фоточки. Так. Сейчас. Что? Так написано. А в Узбекистане до сих пор советское пиво. Кстати, стоит 35 рублей бокал. Ну как нет-то? О, Олега. Никакого парня не знаю. Да. Так. Лайк тебе, Олеженька. О, боже, Олег. Вот что он стоит на главной площади Узбекистана? Что он тут стоит и из себя выделывается? Ну, Олеженька, ты же лайков добиваешься? Лайк. А что так, когда тема про свекрови пошла, можете говорить обо мне все, что хотите, вам все равно не переплюнуть в мою свекровь. Не знаю. А у меня все... Какие, блядь, свекрови? У меня же у меня не было мужей. Меня все всегда любили мамы. Ну вот одна сначала не любила, а потом полюбила. Сейчас все еще любит. Вот. У меня же всякие есть. В друзьях-то девочки. И скрипачки, и певицы. Прям да. Прям вот реально. Так. Совет дня. Любите себя, серьезно. Прекратите искать причины, по которым вы недостаточно хороши. С вами все в порядке. Ох. Спине холодно. Сейчас я. О, вот так вот нужно сделать. Выпьи кофе на балконе. Сколько времени? 14 минут. А-а-а. Мы когда еще вчера с Полинкой были в магазине, зашли какие-то два придурка. Блядь. Ну вот я начала у них рассказывать про видео и забыла. Блядь. Какие-то два парня. О, девчонки, вы до скольки работаете. Они, наверное, думали, что я тут тоже работаю, раз я за прилавком хожу. Я такая говорю, Поля, нужно, чтобы они вышли. Ну какие-то, блядь, как два тракториста какие-то. Он такой, давай знакомиться, меня зовут Миха. Я говорю, о, нет, нет, нет. Полика спряталась, говорит, ты Миха. Я такая говорю, нет, а давайте я лучше с тем познакомлюсь. Он протягивает руку, говорит, Леха. Я говорю, блядь, что за имена? Это карма. Я говорю, нет, 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 парни, вы не мой формат. Вот, мне комплимент прислали. Блин, найдите уже и не мужика кто-нибудь. Баба бесится уже от отсутствия любви. Ну-ка, почитаем комментарии. Александр Потапов, только Альфонс. Галинка-малинка, кого-нибудь найти не проблема, а вот хорошего, я думаю, не так легко, ведь городок небольшой. Господи, у меня все есть. Не надо никого искать. Не надо, пожалуйста. Она скоро в Турцию отдыхать поедет там и реализуется в романтике. Тем более она в них шарит. Наверное, в Альфонсах. А кто у меня Альфонс? У меня нет Альфонсов. А почему нет? Есть женщины, которые выходят замуж за турков и отлично себя чувствуют. Тем более Ине Турция нравится. Турки любят покорных жен. Это явно не про Инну, Наталья пишет. Боже мой. Валентина Спиридонова. Что-то грустно от того, как Инна веселится. Флюза. Флюза Арсланова. Загуливать свое одиночество. Какое, блядь, одиночество. Валентина Спиридонова. А веселье наигрное выдавливает через силу, хоть и очень старается. Порой становится ее по-человечески жаль. 12 лайков. Она выбрала такую жизнь. Мне ее жаль. Чичек Бахарова. Галина От. Не суди, не судим будешь. Тут уже девочки между собой. Алина и Чичек. Опять ты со своими высерами. Чичек и Алина. Опять ты высралась. Девочки, я даже вам не нужна. А вы уже даже друг с другом общаетесь у меня в комментариях. Женщина выпрыгивает из трусов. Мужики, вы где? Динара. Никто не зарится. Микс Ютуба. Из каких трусов? Она же вроде без трусов ходит. И дома, и на работе. Блядь, вы ебанутые, а. Серьезно, что ли? Так, в предыдущих видео Инна неоднократно это говорила. Вроде бы ей так комфортнее. Давайте, блядь, мои слова не перевирать. Без трусов я хожу летом. В очень жаркую погоду. И хожу тогда, когда я хожу в брюках. Либо в длинном платье в пол. Вот. Я говорила только это. Что вы там себе нафантазировали, я не знаю. Зимой я хожу в трусах. Я не могу колготки надеть без трусов. Сами, да, понимаете? Так. Анна и Динара между собой переписываются. А на тебя в штабеля укладываются? Анна Селезнева. О, очередная же полиска подкатила. Я 7 лет как счастлива замужем. То-то ты, Динара Рябикова, тут и тусуешься. Лёля Роза. Какая же несуразная девка. Видео ни о чём. Написано. Нини Стин. Виктория Войкинкова. Скажите, что сделать, чтобы это лицо больше не светилось в рекомендованных видео? Девушка пишет нормально. Не писать комментарии, пореже смотреть. Да, так если ты заходишь каждый день на канал, конечно, тебе смотрят Светлана Преснякова. Элементарно. Просто молча пройти мимо. Дмитрий Петров. Отписаться. Гермиона Грэнджер. Ну, это моя девочка. Я знаю, что её зовут не так. О, просто не смотрите видео несколько дней, и оно прекратит вылезать. Что за психи? Спасибо. Я не знала, что нужен полный игнор. Давай, смотри. Флюза Арсланова. Инна, вы не старайтесь. Вы не старайтесь. Вам не 25 лет. Полина молодая, её поведение нормальное в этом возрасте. Но вы, но вы трек. Наверное, какая-то ошибка. Это 9, наверное. Но вы трек «Сорокалетняя женщина». Дура, блядь. Мне 37. Флюза нахуй. Мне 37. Это тебе, блядь, 40 в голове. Это у тебя кризис среднего возраста. Он у меня даже не начинался. Вы ведёте себя... Сорокалетняя ужаса ведёт себя, как молодых. Ужас. Так, 15 комментариев. Почитаем. Да прекратите вы со своим возрастом. Чего вы зажатые, блядь, жизнью. Будьте вы проще. Если вы старая в душе, не надо проекцировать это на других. Вот, 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 вот. Возможно, вы оттуда, где женщина после 25 лет уже спивается. А, списывается. А, уже списывается. А у нас всё меняется. Это после 40. Это 200 лет назад. Сорокалетняя женщина считалась старухой. Сейчас 21 век. Не все живут в деревнях и аулах, чтобы было мышление. Очнитесь, 40 столько начинается, как у нас в цивилизованной Европе, в Штатах, а так мыслят только зашоренные люди из глухой провинции. И то не все. Короче, если для вас 40, а так, кранты, жизнь закончилась, а можно только с семками возле дома сидеть, то другие живут полноценной жизнью. Это здорово, ведь жизнь один раз даётся. Ведь ещё не скоро, ведь мне, мне ещё не скоро сорокет, но так мыслить точно не буду. Так, мне даже не сорокет, мне 37. Галинка, Малинка и Гермиона между собой переписываются. Да, вот, да, согласна. Старые душой, они уже после 18-20 старые. И всё им не в радость. А если ещё кто-то решил радоваться жизни, как у неё, как так, у неё забыли спросить. Короче, Инка, сиди, не дёргайся, пенси на носу смешно. Руфина Валеева с Гермиона. Я с вами согласна. Танюшка Вер пишет, видимо, там девушке, которая писала сверху. Сидит в своём ауле, хвосты ослам крутит и туда же осуждает. Да, да, все знают, что аульные бабы от непомерного труда стареют раньше, так как и не трындите. Если из вас песок сыплется, не значит, что из всех. Это, видимо, ответили. Флюзи. Так. Какая вам разница, как человек себя ведёт? Пусть живёт и веселится её жизнь. Счастливая Катеринка. Вот, вот. Счастливые люди, счастливые люди, это мои люди. Саня, а что в 37 лет одинокой женщине сидеть по-вашему и носки вязать? Тем более она, тем более это её сестра. Да и не в этом суть. Пока одна пусть гуляет. Саня. Я не одна. Саня, я не одна. Ну, блядь, я не знаю, может, вам постельные сцены снимать. Реально. Мне надо открыть второй канал для взрослых. Вы подерьте, мне тут равных не будет. Бля, я просто представила. Флюза и Танюшка. Ты по имени моему взяла, что я в ауле сижу, придурочная. Я сказала своё мнение. Тут налетели городские Тани, Гали, Кати. Если для вас такое поведение нормальное, то, пожалуйста, лично для меня нелепо. Это и смешно. Привет тебе от ослов. Как вы заебали, девки, а? Привет от ослов приняла. Вы, видать, с ними родня. Ты-то здесь при чём? Твоё мнение. Вот-вот Гермиона пишет Флюзе. А ты-то здесь при чём? И твоё мнение. Флюза пишет Гермионя. А ты такого, какого хуя здесь? Бля, сука, комментарии читаешь. Флюза Танюшки пишет. Умом я смотрю, не блистаешь, бестолочь. О сарказме я вообще промолчу, ты далека от этого. Глуп... Ой, всё. Слушайте, я с ума сойду с этими комментариями. Вроде бы начнёшь за здравие, а закончишь за упокой с этими комментариями. Фу... Я не могу. Так, а, я взял погоду посмотреть. Съела... Села на метлу и съебалась в Хорвардс в ужасе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, блядь! Ой, Флюс, отъебись. Иди, муж, жопу подотри. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! так все я уже опять я уже опять забыла это сейчас как и называется трудовые будни это пробел не ставить так погода в каменских прайском трудо трудовые будни трудовые будни вот как 6 градусов переменная облачность ощущается как 3 днем 10 градусов вечером 6 так она завтра сегодня же мишенька вышел первый день из отпуска на работу я представляю как ему тяжело я вчера спрашиваю ты готов к работе такой нет нет переотдыхал у меня мальчик передыхал так нужно идти 20 825 пошла деваться на сушу на работе а тем более вальска не придет кстати как выяснил склон я вышла из контакта может он что ответил да спасибо все сохранил я ясно на александре ватсап написал она еще не прочитала вчера только заходила решил сразу вам написать предупредить скорейшего выздоровления бабушки завтра тебя жду плохо так это вези меня олень в свою страну оленью девушка вы либо говорите адрес точно либо выходить а мы когда в субботу собрались седьмое небо веселиться с полинкой вызвали такси представляете сели в такси и он представляете вот ну просто вот охуевшие таксисты бывают и он говорит а да вы не против если мы заедем на заправку а вы не против туда нет блять мы против мы не хотим пропахнуть бензином мы набрызгались духами такие блять таксисты охуенные вот охуевшие можно вот на самом деле вези из меня этот олень свою страну оленью прыщи блять так все 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 пошли пошла срежаться во что-нибудь полный нос соплей полный нос соплей ты меня магнилила полюби меня коротенькая платья ты меня магнила ой 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 это чего такое Полюби меня. Волосы досохнут на работе чуть-чуть. Фух. Что-то губы накрасти. О-о-о-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о. Ничего себе. Алло. Я выхожу. Я выхожу. Пять баллов. По пятибалльной шкале пять баллов. По десятибалльной. Это космос. Все, я выхожу. Поделись. Я выхожу. Я выхожу. Я выхожу. бесконечные такси подано такси подано ясно покажу длину сейчас вы просто обалдеете длину платья снимутся злобные комментарии естественно я специально для этого и показываю вот та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да так колички конфетки бараночки о словно лебеди саночки чего не поют эти две классные девчули куда солнце светит а я не могу это давай с тобой в баку давай с тобой поедем в баку думаете с кем пойдет на работу с лёхой с моим лёхой давай с тобой Печеньки с маленькой возьмем 38 минут. Вот, представляете, проснулся. Человек может на работу вообще не ходить. Ну, он ходит так. Ходит за деньгами, короче, на работу. Как хорошо, что у меня башка мокрая. Блядь. Как хорошо, что... Это случилось именно сегодня. Как хорошо. Мокрая голова. Это просто великолепный. Та-та-та-та-та-та-та-та. Какой еще надо найти. Вот это, вот это. Вот это. Так, все, мои дорогие. Только два раза надо пышнуться, потому что... Он сейчас обалдеет, просто я сяду в машину. Все. Продолжение следует...